всем привет друзья мои с вами как всегда кухня с акцентом и сегодня мы с вами будем готовить один из суперских рецептов это зеленая аджика про аджику слышали все я уверен зеленую аджику почему-то немногие знают при этом в грузии это очень очень распространенная аджика я еще по другому называют летняя аджика и что главное очень легкий рецепт не надо ничего там знаете замудренного нам нужно 150 грамм кинзы из зелени только кинза идет в такую аджику 5 штук зеленого перца чили вот такого стандартный перчик 5 зубчиков чеснока то есть на 1 перец 1 зубчик чеснока если зубчики маленькие возьмите 2 то есть у меня тут примерно 6 зубчиков сейчас потому что они маленькие билеты у среднего скажу так болгарский перец ремарка сразу болгарский перец в эту аджику не добавляет но мне с зеленым болгарским перцем нравится больше он чуть-чуть разбавляет вкус при этом чувствуется знать такой насыщенный вкус перца и остроты мало в общем добавьте болгарский перец там очень вкусно 3 чайные ложки уцхо сунели уже пожитник и примерно 2 чайные ложки соли почему примерно потому что по вкусу надо добавлять ингредиенты кстати все будут в описании к видео так что если захотите эту аджику сделать переходите в описание бисенко прочтете в комментариях тоже добавлю давайте очень легко и бисто с вами это все сейчас делаем сначала надо все это прокрутить начинаем с перца острого потом чеснок зелень конце болгарский сами перчики очищать от семян не нужно просто отрезаем специи в плодоножку и прямо вместе с семенами отправляем в мясорубку если совсем быть честным конечно нужно это все в ступке перемалывать но честно говоря у меня сейчас нет времени да и видно вряд ли будете это в ступке делать поэтому покажу как сделать это в мясорубке прокручиваем перец а 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 друзья мои я сейчас все это перенесу в посуду чуть побольше так мне размешивать будет удобнее вам может показаться что она сейчас джигтовата но не спешите с ребятами после того как вы добавите уцхолсунель и он чуть-чуть подсушит аджику она будет такой консистенции как раз какая нужна секрет еще этой аджики в чем друзья мои что овощи не нужно очень мелко перемалывать да они должны быть хлопьями тогда она намного вкуснее поэтому в ступке вообще идеально просто у меня сейчас нет на это времени как и у вас впрочем скорее всего 2 чайные ложки уцхолсунели обратите внимание как почти сразу уцхолсунели впитало в себя очень много влаги соли тут напоминаю 2 чайные ложки у нас по мне 2 чайные ложки это минимум для этой аджики для такого количества овощей но мы сейчас размещаем обязательно еще попробуем если соли будет не хватать аджика будет не вкусная это точно вам гарантирую все готово друзья мои давайте сейчас попробуем какова наша аджика на вкус какая ароматная вы не представляете себе острота о чем я и говорил как раз в норме болгарский перец хорошо разбавляет она не слишком острая в то же время чуть-чуть остренька есть и этого хватает но я одну чайную ложку уцхолсунели все равно добавлю мне пряности не хватает она чувствуется но недостаточно секундочку я разборолю бистрики размещаю все супер 3 чайные ложки уцхолсунели 2 чайные ложки соли супер идеальная аджика готова давайте я вам поближе сейчас покажу какова консистенция ее если если вы просто запах чувствовали сейчас друзья мои очень короткая инструкция с чем применять эту аджику первое это мясо когда вы жарите мясо можно эту аджику использовать как соус или рядом на тарелочку положили или само мясо сверху помазали вы не представляете как это вкус еще одно рыба очень вкусно она подходит с рыбой все таки тут свежая зелень свежие овощи а крипе это как раз то что нужно и одно из самых важных добавляйте эту аджику в салат сделали салат из огурцов и помидоров добавили эту аджику а потом вы кушаете и понимаете почему я раньше так не делал и в конце друзья мои хочу вас попросить пожалуйста не игнорируйте такие рецепты очень многие мне говорят особенно мои друзья с Россией с Белоруссией с Америки с Европы что они очень любят грузинскую кухню скучают по ней а я вам хочу сказать что грузинскую кухню уникально делают как раз соусы вот такие рецепты специи то что знаете придает блюду какой-то такой аромат вкус то что блюдо делает интересным и нет ничего особенного но если вы научитесь такие вещи делать поверьте вы влюбитесь в кулинарию так что спасибо что вы нас смотрели еще огромное спасибо последние несколько дней что-то наш канал начал очень быстро развиваться каждый день там по 15-20 человек подписываются для такого маленького канала как наш это очень даже хороший результат поэтому спасибо еще раз подписывайтесь на наш канал тут вас ждет еще очень много интересных рецептов и хочу повторить вам слоган нашего канала мы готовим тут то что сможете приготовить вы сами пока пока всем привет друзья мои с вами кухня как всегда надо рассказать как сначала две столовые ложки уцхолсунели он же пожитник и вот какой-то и столовый чайник просто водоножку отрезаем отрезаем просто отрезаем что не нужно очень мелко перемалывать все это то что у нас все это тошно у меня сейчас три столовые ложки уцхолсунели в то же время друзья мои запомните что это вашу кухню реально украшивает и очень украшивает спасибо вам и до встречи на нашей кухне как хорошо все давай сначала до встречи